Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! Я Роман Карасьев, и сегодня мы вновь присутствуем в гостях у Анастасии Поликарповой в клубне длинноборств «Волк». И здесь сегодня проходит такое спортивное мероприятие среди совсем юных самбистов и дзюдоистов. И вы в нашем небольшом репортаже узнаете о целях и задачах этого спортивного мероприятия. Мы поговорим об этом с Анастасией Поликарповой, а также посмотрите фрагменты поединков самбистов и дзюдоистов. Немножечко мы поговорим с самими участниками, и также мы поговорим с Анастасией Поликарповой о ее идее проекта «Семья самба». И мы также покажем это в нашем небольшом репортаже. Так что смотрите видеоканал «Планета дзюдо». С вами Роман Карасьев. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Сегодня у вас в клубе проходит спортивный праздник. Расскажите, пожалуйста, немножко о задачах и целях этого мероприятия. Ну, у нас получается сегодня день борьбы с подарками, с медалями. Делается это для того, чтобы ребята почувствовали, что такое соревнование, набрались соревновательного опыта, потому что пока что на какие-то соревнования выставлять детишек страшно и опасно. Они должны попробовать себя между собой. Почему я организовала подобные мероприятия? Это потому что, когда едешь куда-нибудь на подобные мероприятия, например, там не знаешь, сколько ребенок занимается. Три года, пять лет, какой он опытный, неопытный. И я как бы для своих ребятишек не хотела бы такого, потому что первый опыт соревнований должен быть положительный. Как бы вот для детишек, например, у меня сейчас будет чуть помладше год, там все будут с медалями, с грамотами, с подарками. И моя задача, как бы, преподнести детям, что это праздник, а не какой-то вот, как мы раньше боролись, нам было страшно, мы сидели там, с ума сходили, переживали. Для них я хочу сделать как праздник, чтобы они хотели бороться, чтобы шли. Ну, как-то так. Как я понимаю, здесь сегодня принимают участие не только ваши воспитанники вашего клуба единоборства «Волк», но также и приглашенные клубы. Кого вы пригласили? Ну, я пригласила тех своих друзей, знакомых, как бы, это четыре тренера, получается, вот, в которых я уверена и знаю, что, если мы сказали, что это новенькие, например, сколько там, до года, они тренируются, они тренируются до года. И уже непосредственно мы также раскидываем жеребье так, чтобы, ну, советуем все, кто какой, чтобы не было такого, что вышел там какой-нибудь сильный, с какими-нибудь слабыми, например. Ну, мы, как бы, дружеские у нас отношения, и мы можем распределить все так, как мне, по крайней мере, нужно. Я смотрю, здесь у вас совместно и самбисты, и дзюдоисты. Они совместно тоже будут бороться? Да, они совместно борются по совместным тоже правилам, смешанным. Вот, ну, это для того, чтобы, как бы, ну, во-первых, чтобы привлекать моих дзюдоистов тоже, показать, что есть еще и самбо, и показать родителям то, что самбо и дзюдо, это, в принципе, одно и то же. Вот, ну, для маленьких ребятишек это одно и то же, как бы, вот. Ну, чтобы они уже знакомились и были в курсе, что мы будем в дальнейшем, в будущем выступать и по самбо, и по дзюдо. Такое ознакомительное, чтобы не думали, что, о, самбо, самбо. Нет, мы не на самбо пришли, мы же на дзюдо пришли. Вот, и как бы познакомить их и самбо, и дзюдо. Может быть, кто-нибудь уже с чемпионом мира по самбо, но пришел в дзюдо. Я смотрю, здесь и много родителей присутствует. Вообще, вы интересовались мнением родителей по отношению к тому, что, как вот дети занимаются самбо-дзюдо? Довольны ли они этим? Ну, знаете, ко мне приходят все на дзюдо в основном, и, как бы, к самбо они так же. Ой, да нет, 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 ну, мы на дзюдо пришли, мы только дзюдо. Вот, ну, просто они еще не знают, что это такое. Что им предстоит, то дзюдо по самбо тоже выступать. Ну, вот они, в принципе, родители, так, с желанием приходят на вот такие мероприятия, которые вы организовываете? Да, конечно, они участвуют, прям, все желают участвовать в подобных мероприятиях, по крайней мере, которые я здесь организовываю, в клубе, всегда помогают, как бы, всегда за. Вот, что бы ни предложила бы им, они всегда рады и помочь, и поучаствовать, даже говорят, давайте, вот, а что у нас там еще будет, а что у нас еще будет. Потому что у меня каждый раз какие-то мероприятия. Скажи, пожалуйста, а почему ты выбрал самбо для занятий? Ну, что делать? Сидеть дома и смотреть телевизор? То есть ты считаешь, что самбо – это лучше, чем смотреть мультики? Да. А почему лучше? Ну, ты тогда будешь слабым. А если будешь ходить туда, то будешь сильным. А самбо – это легко или трудно? Ну, для кого-то легко, для кого-то тепло. А для тебя? Для меня так. Здравствуй. Здравствуйте. А скажи, пожалуйста, почему ты выбрал самбо для занятий? Ну, вообще, это папа выбрал, но я сначала не хотела выбросов. Мне было не очень интересно, но сейчас мне стало как-то интересно. А скажи, пожалуйста, самбо – это тяжело или легко? Ну, разум. Иногда бывает легко, иногда тяжело. А вот для тебя? Ну, сначала было тяжело, сейчас более-менее. А чем тебе нравится самбо? Ну, то, что это самбо. А ты знаешь, как расшифровывается самбо? Да. Как? Самооборона без оружия. Здравствуй. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, а вот ты занимаешься дзюдо, да? Да. А вот ты девочка и дзюдо. Как ты думаешь, это нормально? Я считаю, что это нормально. А вот скажи, пожалуйста, вот чем тебе нравится занятие дзюдо? Ну, я когда еще была маленькая, мне нравилось. Мне борьба, мне было дружно. Я ходила на руку по шутбе, но мне это не понравилось. И здесь мне надо биться, я поборолась, мне понравилось. А вот ты занимаешься в клубе, но я вижу, что больше, конечно, мальчики приходят, да, на занятия. Да. А как ты думаешь, тебе не опасно заниматься с мальчиками? Нет, я уже много боролась с дзюдо, я всегда приходил. Конечно, я много проведу, но и, конечно, могут сломать руку, но я все равно занималась. А скажи, пожалуйста, вот чем тебе вот так вот понравилось дзюдо, что ты вот занимаешься этим видом единоборств? Ну, я не знаю. Может, то, что не бьют, но я не знаю. Больше мне подошло, что рука пошла. А скажи, пожалуйста, вот ты сколько уже занимаешься дзюдо? Полгода. Полгода. А ты можешь сказать, вот как-то в тебе какие-то изменения происходят вот от того, что ты занимаешься дзюдо? Ты стала, может быть, сильнее или умнее? Ну, может быть, стала сильнее. Это может заметнее. Там, сделаю некоторый прием уже, могу как-то бороться. А ты бы посоветовала другим девочкам заниматься дзюдо? Ну, посмотри, какие девочки, если она хочет, то советую. А если ей не хочется, то она должна сама выбирать, что я хочу. Здравствуй. Здравствуй. А ты занимаешься самбо? Да. А почему ты выбрал самбо? Ну, вообще, это меня записал папа, потому что я видел у себя на работе, ну, музыка такого. Он занимался самбо тоже. Было, ну, вообще, не очень. А скажи, пожалуйста, вот чем тебе понравилось самбо, что ты вот продолжаешь заниматься? Советнование. А вот, как ты думаешь, самбо полезно для тебя? Да. А чем оно полезно? Ну, оно, это, это уже тренировка, то есть. Ну, и там можно все на всю учить. Скажи, пожалуйста, а самбо это легко или тяжело? Средне. А ты бы посоветовал другим ребятам заниматься самбо? Да. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы сегодня привели сюда ребенка, мальчика или девочку? Мальчика. А он у вас чем занимается? Дзюдо занимается. А почему вы решили, что дзюдо для вашего ребенка будет полезно? Развивает все мышцы, чтобы был более активный. Скажите, а вы сами занимались дзюдо? Нет, дзюдо не занималась. А не думаете, что это опасно для ребенка? Маш. Нет, не думаю. Техника безопасности есть. Все с ними проговорено. А ребенок ваш доволен, что он занимается дзюдо? Да. А в каком клубе вы занимаетесь? В клубе полка. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы сегодня привели кого сюда? Мы пришли с внуком. Мой сын, папа его. И я дедушка. А скажите, пожалуйста, ваш внук занимается самбо или дзюдо? Самбо. Самбо уже второй год в окончании. А скажите, пожалуйста, почему вы выбрали самбо для внука? Выбор был внука самого. Поэтому мы не настаивали. Просто он каким-то образом выбрал именно этот вид спорта. Нас предлагали на лыжах, бассейн. Он, в принципе, любит разные виды спорта. Ну, вот осмотрелся, поэтому все понравилось, ходим, занимаемся. А вы сами занимались самбо или дзюдо? Нет, к сожалению, у меня так не получилось. Я сам с 15 лет в море пошел в море. В принципе, там спортивных упражнений в море было достаточно. И так, вот все выяснилось. А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот самбо положительно влияет на вашего внука? Я думаю, положительно. Просто когда я учился в школе, еще в первых начальных классах, И к нам в школу влился наш коллектив. В четвертом классе мальчик приехал из другого района. Он занимался спортом. Именно самбо. Ну, мы, конечно, тогда с ним познакомились ближе. Мы просто завидовали его уже достижениям. И именно его отношениям вообще к дружбе, к учету, к складу. Вообще, любой вид спорта, особенно командный спорт, он дисциплинирован. А вот ваш внук занимается уже два года, вы сказали, самбо. Вы какие положительные изменения видите в нем? Именно дисциплина, организованность. Вы бы посоветовали другим детям тоже заниматься самбо? Ну, не только самбо. Здесь уже действительно привилегия, они сами должны выбрать. Но спортом, да, предложил бы. И причем, ну, я сам привык к командному виду жизни. Потому что, как я уже сказал раньше, в то время в команде, в море, да. Поэтому мне командные виды спорта больше нравятся. Это предпочтение мне ответил. Советовать, конечно, совет один. Занимайтесь в спорту. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сегодня привели сюда сына или дочку? Сына. А чем он у вас занимается? Дзюдо и самбо. А вот скажите, выбор дзюдо и самбо был ваш или ребенка? И ребенка, и мой, и папы. А почему вы думаете, что занятие самбо и дзюдо для ребенка хорошо? Характер, формирует характер. Бойца. Я тоже. А вы думаете, что ваш сын бесхарактерный? Нет, почему бесхарактерный? Ну, еще посильнее можно сделать. А давно он занимается у вас? Два года. А скажите, вот вы, наблюдая за вашим сыном, увидели изменения, которые с ним происходят? И какие именно, вот, более выражены? Ну, конечно, он более терпеливый стал. Терпеливый и выносливый, но в жизни со сложностями легче борется. Справляется. А вот, на ваш взгляд, ему интересно продолжать занятия? Вот он два года занимается. Что он вам делится с вами, вот, своими впечатлениями от занятий? Он делится, очень ему нравится, он хотел бы дальше заниматься, очень. Что ты делаешь? И у него стремление, поиск, медали, хочется. А как вы думаете, вообще самбо и дзюдо, это тяжело или легко? Тяжело, конечно. А вы бы посоветовали другим детям занятия самбо и дзюдо? Очень посоветовала. Очень. Что, в отличие от других единоборств, там не агрессия, культивируется, а борьба. Это с собой борьба больше. Надеюсь, где? Отскажи, пусть можно? Можно, можно. Идро делай. Делай, делай, делай до конца. Отцепляйся и прыгай. Ну, делай! Зацепиться, будешь нормально? Держай. Давай, бросай, бросай. Делай, делай. Да, 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 молодец. Держай. И заднюю сделай, Ваня, сделай заднюю подножку. Так же? Вперед. Заходи на перейдь. Давай, делай. Держи, держи, держи. Уходим, уходим, еще чуть-чуть. Отсекай голову, голову отсекай. Прогнулся? Кокета. Молодец. Под попу спрячь. Хорошо, кокета. Крестит. Крестит. Он не скрестил еще чуть-чуть. Что за... Крестит. Заднюю. Перед. Истинный. Сарфанка. Я расстолкнул здесь. Я расстолкнул здесь. Я расстолкнул здесь. Ну, бис. Мы решили. Устрастет не пойду. Вот, продолжим. Сам бросай, Демидь, задний, спадет, до конца, Демидь, сам, бери на хушку, бросай задний, уходи, 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 Демидь, уходи, держи, держи, обними его на весах и будет сонно перететь. Добрый, раскаивался, не опускай голову, Демидь, осечка, не гнись, опорно, 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 опорно вызывай, не жди, за собой тащи. Держать, 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 держать. На ковер вызывается Сорокин Александрова. Руки перед собой. Бросай, 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 до конца. На него, на него. На него, на него. На него самый самый самый. Почему он тебя так обнимает? Сегодня мы вновь в гостях в клубе «Единоборск. Волк», руководителем которой является Анастасия Поликарпова, известная не только в России, но и во всем мире. Спортсменка, дзюдоистка, санвистка, ну и вообще, как говорится, комсомолка, отличница и так далее, как в старом фильме. Анастасия, я приехал к вам. Мы здесь снимаем сегодня небольшие праздничные спортивные мероприятия. Но основная моя задача, конечно же, это поинтересоваться у вас о вашем проекте, который вы придумали «Семья самба». И можете немножко поделиться информацией с нашими видео-слушателями, да? О чем этот проект и почему вот такая идея у вас возникла? Ну, во-первых, это не то, чтобы моя идея. Я просто взяла идею из дзюдо и хочу ее перенести и развить в самбо. Потому что на протяжении уже, наверное, лет десяти в Сергеево Посаде у меня есть друзья. И вот Юрий Свящёк, он как бы сам первый вообще занялся вот этим всем семейным дзюдо. И я ездила туда и сидеть, ездила и смотрела на этих ребятишек. И вот у меня уже всегда такая была мечта. Я думаю, почему в дзюдо есть, а вот в самбо нет. И хочется сделать что-то такое, чтобы, во-первых, привлекать и детей, и родителей в самбо. Это самбо – это наш национальный вид спорта. И я думаю, если мы будем работать в этом направлении, то популяризация самбо-то растет. Вы вообще, помимо самой идеи в своем клубе «Семья самбо», где-то еще уже об этом заявляли, может быть, делились с кем-то этой информацией. Может быть, Федерация самбо Москвы, Федерация самбо России. Да, Фунтиков Павел Владимирович. Я рассказала ему свою мысль, поделилась с ним. И он сказал, да, все, давай делать, очень интересно. И вот мы как бы работаем сейчас над этим проектом. Сейчас пока что, я думаю, что в ближайшее время, ну, не в ближайшее, наверное, пару месяцев, не знаю, как получится, загадывать не будем. Я думаю, дай Бог, скоро у нас. Скажите, пожалуйста, ну вот, помимо того, что Павел Фунтиков, ну, как бы, поддержал вашу инициативу, вообще, как, может быть, вы общались с родителями на эту тему? Может быть, вы общались с руководителями других клубов самбо и делились с ними своими вот мыслями? Есть ли какая-то обратная связь? Да, конечно. Такое, как бы, направление многие в своих клубах удают, но чтобы такое было на официальном уровне, все, но такого еще нет. Поэтому нужно это все, как бы, организовать просто, а все уже остальные клубы подтянутся. Потому что, ну, много, достаточно много, с кем мы разговаривали, очень интересные подобные направления, и, как бы, я думаю, есть у этого направления жизнь. Вы сказали сегодня о Юрии Крещуке и его, вот, в большом проекте «Семья джидо». Вы с ним обсуждали вопрос, ну, так, что, вот, вы хотите сделать «Семья самбо»? Ну, вот, когда последний... Или какой-то опыт от него, там, дополнительную информацию? Нет, такого не было. Я, как бы, последний раз съездила на фестиваль, Также в «Семья джидо», там, по-моему, около 300 было участников именно «Семейное джидо». Вот, но мы не смогли пообщаться, потому что не было достаточно времени, как бы, вот. Там просто настолько масштабно все это выглядело, как бы, организатор, он сам все это делает непосредственно, в каждом вопросе участвует, контролирует все, ну, просто... Вы, ну, идея, вот, «Семья джидо» — это что? Это идея вовлечения в занятия, в тренировочную деятельность с родителями вместе с детьми, чтобы они приходили на занятия, чтобы узнавали больше о самбо, чтобы, ну, как бы, вот такое комплексное воздействие было, да? Я думаю, что, знаете как, вот, чтобы изначально, вот, ребятишки приходят когда к нам, да, ну, родители, вот, ну, да, может быть, будет тренироваться, может быть, не будет тренироваться, и все это идет, конечно же, ну, все чемпионы вырастают из детей, ну, большинство, по крайней мере, тех, кто поддерживает родителей, именно родителей, да, вовлеченность детей в процесс воспитания своего ребенка, и поэтому, когда все, представьте, вся семья в Кивано, естественно, там один путь, только туда, только вперед. А если в форме самбо? Если в самбо, значит, вот, все, мы самбийские, вперед. Поэтому, как бы, я думаю, что это привлечение родителей, вовлечение родителей непосредственно в жизнь своих детей. Хорошо. А какие, ну, ближайшие планы, вот, вы сказали, что, вот, может быть, два месяца, ну, сейчас посмотрим, какие вот планы именно, вот, на эти два месяца, какие шаги вы сейчас хотите предпринять, чтобы вот этот проект, ну, как бы, начал уже не только, ну, так, теоретически, да, а уже и практически действовать? Ну, для начала нужно просто, ну, программа уже, в принципе, есть, все, нужно снять на видео, объяснить тренером, что мы будем делать, и оповестить клубы, и все желающие к нам присоединиться просто. То есть это будет некий, как фестиваль, семья самбо, да? Это будет что-то, да, что-то вроде фестиваля. Где все, ну, как бы, будут удовлетворены получением максимальной радости от участия в процессе. Да, у всех будут подарки, у всех будут медали, как бы, все придут на праздник. Ну, максимум, я думаю, что семейство собрать. А вообще, ну, то есть идея какого-то вот, таких каких-то спортивных действий, да, на самбийском ковре, где родитель с ребенком будет делать какие-то упражнения, задания выполнять. Да, 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 это вот, как бы, практически все то же самое, что в дзюдо, но, может быть, какие-то упражнения, связка упражнений может быть и изменится. Но еще хочу, я, конечно, дополнить не так, как в дзюдо, вот семья дзюдо, но хочу все-таки командой это сделать. То есть, чтобы не было такой, вот если мы проиграли, то это мы с тобой проиграли. А если, как бы, ну, наша команда, ну, то есть ответственность более как-то спадает, и родители, как бы, будут, ну, и для детей это будет помягче ощущаться. Ну, что же, Анастасия, спасибо вам за, ну, такой, достаточно подробный рассказ о проекте «Семья самба». Я уверен, что, ну, с вашей, такой вот, энергией, с вашей, ну, такой жизнерадостью все, и добрыми намерениями этот проект все-таки будет осуществлен, но он уже как-то, да, в процессе. Главная идея, главная мысль в голове, а потом уже. Да, и я, конечно, буду рад по возможности принять участие, может быть, и снять этот проект, да, когда он будет принять, вот, на фестиваль. Пожелать вам уже дальнейшего процветания вашего клуба единоборств и вообще, ну, творческой вашей деятельности. На благо самбо, юдо и здоровья наций. Спасибо большое. Ждем вас снова. Присоединяйтесь к семье самбо.